Стоит ли давать гаджеты ребенку в школу и почему большинство родительских комитетов России выступают против мобильников на уроках? Выясним прямо сейчас в программе Актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях председатель совета отцов НАУ Алексей Канев. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Ваш совет отцов тоже выступает против мобильников. Почему? Какой вред они наносят здоровью ребенка? Дело в том, что есть исследование русских групп ученых из Института биохимической физики и Российского национального комитета по защите от неонизированного излучения. В России проводилось 14-летнее исследование в ряда мобильных телефонов на детей. И выяснилось, что исследование проходило как 1300 человек детей, пользующих мобильным телефоном, и контрольная группа 350 не пользовались мобильными телефонами. И получилось, что утомляемость, раздражительность вот этих 1300 было на 50% больше. Также у этих 1300 человек мелкая моторика была развита на 10% всего. Всего на 10%. То есть они мало того, что психически и физически становятся гиподинамией у детей, да, то есть они все время сидят, ничем не занимаются, только вот зависимость получают от смартфонов, да. То есть даже на переменах, да, они и так на уроках сидят по нескольку часов, более пяти, да. Да. Это еще получается на переменах вместо того, чтобы двигаться, они опять в этих мобильниках. Да. Ну, я начал говорить об этом исследовании только потому, чтобы родители, они не все согласны с тем, чтобы мобильники забирались. Мы-то выступаем на то, чтобы мобильники забирались в 8 утра, пришли дети, сдали эти мобильнички там в какой-нибудь ящичек, да, и где-то часа в 2-3, как домой пошли, мобильники взяли и пошли домой. То есть это исследование показало, что вред мобильниками, который наносится детям, он очень серьезный. Во многих странах, даже в Штатах, есть такой диагноз «тяжелый пользователь». Это что значит? Те, кто очень много говорят по мобильнику и кто с ними сидит постоянно, у этих людей чаще всего опухоли мозга появляются. Смысл в том, что еще у детей кость черепная, она не сформирована, и у маленьких-то детей на 80% мозг облучается. У уже более взрослых, там 15-16, там на 65% мозг облучается, но это все равно облучение. Вот, и это очень вредно. И родители это должны понять не потому, что там какая-то частная собственная, что-то посягает на нее или еще что-то. Это именно для здоровья детей их лучше убирать. Если родители не могут справиться с этим дома, да, ну, просто некоторые говорят, а как его забрать, этот телефон, то давайте сделаем так через родительские комитеты, через родительскую общественность, что в школе просто 8 раз забрали, в 2 отдали. Что-то случилось там, не дай бог, позвонили там преподавателю, еще кому-то, можно связь найти. Вот, но зато дети начнут между собой общаться по-человечески. Коммуникативность детей зависит тоже от этого. Когда они сидят постоянно в мессенджерах, они там ни нравственных норм, никаких ценностей, они там говорят друг другу всякие пакости. А когда они начнут коммуникацию такую, физическую, то этого не будет. Они будут более уважительно вести друг себя перед другом. Вы уже в Искателях выступили с этой инициативой. Как родители там отреагировали? Ну, очень много родителей с этим согласны. Дело в том, что в августе наш Минпросвет рекомендовал все-таки ограничить использование мобильных телефонов на уроках. И в Искательской школе мы приняли на всеобщем родительском собрании, что действительно будут какие-то последствия для детей, что мобильники эти будут использоваться, если на уроках. Вот. И это правильно, но там только на уроках, а на переменах-то, получается, они все равно будут сидеть там где-то что-то, ну, они не нужны. То есть, получается, это надо немножко более ужесточить уже с родительской стороны. По-другому никак. А в других школах вы доносили свою мысль? Насколько это опасно? Ну, я с кем общаюсь, я всем рассказываю, что это действительно очень ужасная штука. Вот это... И меньшее зло это купить ребенку наушники те же, да? То есть, чтобы он не у головы держал там, без разницы, у какого уха, все равно идет облучение головного мозга. А именно наушниками взяли и более-менее позвонили, и все. С мозг отправили, и все. Чтобы меньше с ним взаимодействия было с телефонами и гаджетами любимыми. Вы активно пропагандируете здоровье, сберегающие технологии базарного. Вот что это за технологии, какие они проблемы? Позволяют решить? Практически все, на самом деле. Кто такой базарный? Это ученый? Владимир Филиппич Базарный. Это ученый, да. В советское время еще он начал изучение в институте проблем севера. Именно севера. У нас тут не хватает витаминов, у нас день меньше, короче. Солнца не хватает. Да, солнца не хватает. И был такой институт, в котором именно детские проблемы начали изучаться. Он изучал это 40 лет. И 20 лет пытался внедрить это все. По каким причинам это не внедряется, это оставим в скобках. Пусть каждый сам для себя решит, когда почитает, почему это не внедрено. Но на самом деле в КОМе, например, было очень много внедрений. И там, по-моему, до 400 школ училась именно по технологиям базарного. Что главное в этом, да? Ну, во-первых, парты-конторки, не столы, которые у нас сейчас во всех школах, а именно парты. Парты от столов отличаются наклоном. То есть 15-17 градусов. Это было в советское время, да? Да, там немножко наклон может был и побольше. Но смысл-то в том, что как раз вот этот наклон убрали, и ребенок не может постоянно держать ровно это. Да, вот если ручки так положить, да, то, соответственно, рано или поздно согнется. А когда наклон выше, ну, есть какой-то наклон, да, руки положил, уже неудобно просто менять позу и, соответственно, получать сколиоз. Вот. Сама технология базарного – это смена динамических поз. То есть 15 минут сидя, 15 минут стоя. Это ничего сложного. Причем даже в СанПинах у нас это все прописано. Это все должно быть. То есть младшая группа школьников – это 7-10 минут смены динамических поз. То есть посидели, встали, посидели, встали. То есть из минутки, да, учитель проводит. А старшая группа, докона до самого университета, по идее, должны через каждые 15 минут смены динамических поз. И вот один ребенок стоит, да, но если парты по двое, да, одна сидячая, другая стоячая парта. Это 15 минут у учителя, там, звоночек – бам. Они поменялись местами, там, в это время физминутка произошла. Есть офтальмо-тренажеры, которые нарисованы на потолках для того, чтобы дети могли, там, в шее не было никаких застоев, и глаза могли потренировать. А школам дорого обойдется вот такое оборудование? Да, по сути, недорого. Не дороже, чем здоровье детей обходится нам сейчас. Какие деньги выделяются на то, чтобы там медикаменты и все такое. Дело в том, что когда дети начинают… Вот эта вот гиподинамия у них происходит, у них все болячки от этого происходят. Начинается иммунитет падать, еще что-то. Когда здоровье сберегающие технологии внедряются, то есть, например, это можно посмотреть на Азербайджане. В Азербайджане они уже внедряются с 2012 года. В 2016 году… Именно базарного, да? Именно базарного, да. В 2016 году был срез, и там прекрасные результаты, что по интеллекту, что по здоровью. А у нас, надо сказать, что больше 70% детей какие-то хронические заболевания имеют, школьников. Ну, я бы даже так сказал, что процентов 10 приходят в школу детей. 10-15 с проблемами с какими-то, с тем же даже сколиозом, со зрением, там, еще что-то. Но, к сожалению, к 11 классу у нас практически нет здоровых детей. Понимаете? То есть сколиозы, зрение, там, сердце, да, там, стопы, как это называется? Плоскостопие. Причем плоскостопие именно из-за того, что вот это постоянное сидение. Ноги вот постоянно стоят, не двигаются. И из-за этого плоскостопие происходит. А в системе базарного там есть коврики такие. То есть когда человек стоит, ребенок, да, под портой и конторкой лежит коврик, на который, ну, родители некоторые сами делают. Ножки встают, и начинается массаж стоп. То есть плоскостопия-то никакого не будет. Очень важно тоже это перьевое письмо, каллиграфия, которую в 70-е годы убрали, сделали чистописание. Ручкой причем, да, шариковой. Чем это важно, да? Наши руки – это щупальцы мозга. То есть чем мы аккуратнее пишем, да, и там, не напрягаем пальцы, тем больше, лучше мозг развивается. Например, в той же Японии, да, каллиграфией занимаются даже в таких фирмах, как там, Sony. Для чего? Для того, чтобы развиваться мозг уже в зрелом возрасте. Это можно развивать постоянно. Гоголь писал на конторках, да, и писал каллиграфии. То есть люди развивались. А у нас в 70-е годы взяли и ручку шариковую. Технология какая у шариковой ручки? Я сам помню в школе. Нажали, и пока слова не написали, все время нажимаем, да? Нажатие постоянно у детей там до трясучки начинается. То есть 15-20 минут они пописали, у них уже болит здесь, здесь, и, соответственно, в голову уже. У нас дети не потому безграмотно пишут, что они безграмотные. Они читают, у них все это есть. А потому что через где-то минут 10-15 у них просто отключается мозг, они уже на автомате ошибки не контролируют своей вот этой ручкой. А каллиграфия еще к тому же, помните, были промокашки, да, вот это. Аккуратности учат и красиво. Когда у ребенка красиво на листочке, у него и в жизни красиво. А сейчас посмотрите, какие почерки у нас, да, у детей. Ну, у меня тоже, конечно, не очень. Но смысл-то в том, что вообще как ворона лапой пишут. У них и вокруг них все как ворона лапой. Вот почему. Вот. То есть это очень важно. Хотя бы даже, ну, до 4-го класса. Потом уже не обязательно. Потом уже ребенок сам выберет, как ему писать. Каллиграфично там или быстро надо записать там какие-то лекции, да, там не будешь каллиграфию писать. Но у него уже будет базис основы вот это. И будет все прекрасно. Нашла такую статистику, да, что в условиях современной цивилизации большую часть дня, это около 80 часов, наши дети обездвижены. Да. Это в подтверждение ваших слов. Ну, как еще с этим бороться? Ну, вот именно сколько у нас в школе дети находятся, да. То есть вот даже вот эта смена динамических пост, это уже будет очень серьезная вещь. То есть они и домой приходят, да. Но я бы родителям, вот я своим девочкам купил парты конторки дома. То есть они позанимались сидя, позанимались стоя. То есть они пытаются двигаться, да, больше. Дорого обходится такая парта? Да нет, она... Вот я в Питере заказывал, да, там 3,5 конторка стоит, и, ну, там, тысяча довестей. То есть для каждого возраста ведь определенная парта, да, подружка? Нет, они ростомерные, их можно выдвигать и задвигать обратно. Еще вот эта геоподинамия к чему ведет, да. У нас вот все говорят о демографии, да, там. Ну, дело в том, что это очень важно, чтобы ребенок тоже не сидел. Когда дети сидят, у девочек проблемы начинаются, таз деформируется. Когда вот столько сидеть на уроках, да, и у нас вот эта лсфалопатия, если я правильно сказал, надеюсь, да, она, вот у Базарного есть данные, из тысячи детей сейчас 840 с лсфалопатии рождаются. То есть они застревают в тазах у девочек, ну, потому что таз деформирован. У мальчиков то же самое, когда застой внутри вот этих сидячих органов, да, то есть у них, ну, отцами-то они могут и не стать совсем. И проблема-то очень серьезная, но почему-то вот именно к этому, да, не относятся. То есть серьезно люди, они там все, что угодно, какой-то эко там сейчас, да, непонятно еще. Ну, конечно, это и в начальном этапе, да, как-то искоренить и направить нужное русло, чем потом миллионы и миллиарды выделять на здоровье, да. Это самое интересное, что, да, технология Базарного, это здоровье сберегающее, она профилактическая. То есть если профилактика идет до этого, то есть болезни-то не будет уже. И у нас и демография попрет, ну, ценности семейные можно тоже внедрять там через школу также. Как вы относитесь к шестидневной рабочей неделе? На ваш взгляд, мы не перегружаем учеников? Тем более начальные классы, да, есть программы развивающие. Ну, честно говоря, я-то отношусь нормально. Дети ведь, они живее, чем мы, на самом деле. У них энергии гораздо больше. Главное правильное поставить уроки, вот. Там, конечно, им нужно больше отдыхать. С нагрузкой теперь, я не знаю, кто ее придумывает, да, эту нагрузку, да, ну, по-моему, чересчур. Даже те же домашние задания задают столько, что еще и родители потом сидят. Нет, выполняют это по факту. Родители пишут проекты и делают в компьютере. Это родители. Ну да, ну это-то вообще, конечно, неправильно на самом деле. Это уже другой разговор. Это само уже образование должно быть. То есть ребенок в школе просидел, да, и он пришел еще на уроки делать, он тоже сидит. Да. Почитать количество часов, вот просто, я не знаю, когда развиваться, некогда. А ведь развитие у нас идет именно в движении. То есть если нет движения, нет и развития. Я тут слышал тоже, мне сказали, что 10-15% в школу уже приходит, да, со сколиозом, там, со зрением. А вот кто сделал, какой умный человек сделал детские сады, развивающие раньше были, да, перевел в образовательные учреждения. Зачем в детских садах образовывают перед школой? Зачем детям уметь читать до первого класса? Вот это зачем? У каждого ребенка есть определенное, в определенное время должны развиваться определенные функции. То есть, да. Всему в свое время. Да, да, а мы 3 года ребенку, в английский язык его обязательно. Зачем? Он лепить не умеет. Он потом лепить не научится. Вот, английский язык ему пригодится еще или нет, неизвестно там. То есть, родителям, вот, надо к детям-то поаккуратнее относиться, вот, особенно к этому быстрому развитию. Им не надо. Дети, они сами развиваются. Природа возьмет свое. Не нужно нагружать детей там английским, еще чем-то там, еще. Вот, в школу пришли и начали учиться. Я вообще психолог по образованию. Когда я учился, я помню, что советские психологи в 70-е годы, по-моему, они утверждали, что, ну, было такое мнение, что детей вообще нужно обучать с 10 лет. То есть, они будут готовы уже как-то сосредотачивать внимание. Там еще первый класс приходят и начинают там искать, кого муху там летает, еще что-то. Вот, то есть, они не готовы еще воспринимать информацию такую. Вот, а с 10 лет нормально, ну, почему-то это не пошло. У нас сейчас наоборот. В садике, да, уже в садике начинают там считать, писать. Зачем? Ну, это уже любительство детей. Я знаю, что вы с технологиями базарного обращались к губернатору Ниньского округа, Александра Цибульского. Нашли отплик какой-то? Да, Александр Витальевич, да, он сказал, что нужно внедрять это дело. И мы с управлением образования встречались уже. Будем надеяться, что все это дело пойдет, хотя бы вот начиная с конторок. Хотя все-таки система базарного – это очень многогранная штука. То есть, там и гендерное обучение – это как-то сейчас не очень красиво звучит. Скажем, параллельное обучение мальчиков и девочек. Вот это тоже очень важно. Почему? Потому что, ну вот по истории, да, 1 июля 43-го года был издан указ. Ну, не везде было внедрено, правда, потому что шла война. Но был издан указ о разделении классов мальчиков, девочек, раздельно. Для чего? Потому что в смешанных классах происходит инфантилизация мальчиков и омужествление девочек. То есть все местами меняется. Мальчики становятся более мягкие, женщины более жесткие. То есть это гораздо лучше, чем, например, вот эти смешанные классы. Не зря в царской России были классы отдельные. Но там вообще, конечно, были гимназии разные. Но это тоже неправильно. Девочки и мальчики должны социализироваться на переменах. А учиться они должны в разных классах. Вот хотя бы сделать какой-то у нас, да. Все, вот уже все доказано, да. Уже 40 лет это базарное доказывает. А в России где-то есть такие школы с этими технологиями? Школы есть, да. Вот, например, я созванивался с заучем Ялтинской школы номер 7, да. И она говорит, что у них это просто вот, ну, ура, вот эти технологии внедряют. Они парты сами покупают там, родители шьют коврики сами эти. Ну, там, конечно, Ялта. Они, например, даже уроки на природе у них возможны. У нас как бы довольно проблематично с этим, да. Но это, эти технологии работают. Насколько я знаю, у нас в ваннушке, в садике тоже есть частично эти технологии. Вот. Но все-таки я думаю, что если мы действительно любим своих детей и хотим для них светлого будущего, нужно, чтобы они были здоровы. А чтобы были здоровы, нужно системно внедрять это все. Не там, вот даже хоровое пение. Для чего оно нужно? Хоровое пение, оно синхронизирует класс. То есть класс становится дружнее. Где он? Я помню, раньше мы пели, мы были дружные все. Сейчас, не знаю, сейчас этого нету, наверное, нигде вообще. Но это очень важно. И это все должны родители. Школа там, понятно, у всех свои проблемы, так называется. Но если мы сами, родители, это внедрять не будем, то есть не будем... Ну, а как, вот какой механизм? То есть, да, родители хотят это внедрять. Что они должны идти? К завучу, к директору? Разговаривать с директором, да. Подойти и сказать, что, ну, вот мы... Ну, там, родительский комитет, в нашем классе мы хотим внедрить вот... Ну, это же дополнительные расходы. Вот как, я немножко не понимаю, да, как они это будут делать. Или это уже выходить на уровень федерации, чтобы все школы там обязали, и было дополнительное какое-то финансирование. Ну, вы знаете, это не такое большое финансирование, я еще раз говорю, да. Мы гораздо больше там, я не знаю, в Новый год запускаем все эти фонарики, навешиваем, да. Это красиво, но раз, потухли, Новый год прошел, и все. А деньги ушли, да, там. Но это не мое дело. А родительский комитет вот других городов, да, других областей, они поддерживают эту идею? Ну, я, например, связывался, и мы как бы дружим с Владимиром. Там тоже родительский комитет есть, очень хорошие люди. Но вот они тоже внедряют здоровье и сберегающие технологии, они ходят в школы, рассказывают это все, то есть в конторке, как, что. Там ничего сложного, это нету. Просто даже вот восприятие девочек и восприятие мальчиков, оно отличается. Если это знать, то, соответственно, и интеллект у детей будет развиваться лучше. То есть детям, мальчикам по одному преподавать, девочкам немножко по-другому. Это несложно, просто надо понять, как и все. А это все есть. Методическая литература тоже есть. Базарный не скрывает, у него есть сайт, у него есть методическая литература, все это можно достать. Как вы на него вышли, как нашли вы? Почему именно технологии базарного вас впечатлили? На самом деле нет других технологий, просто здоровьезберегающих технологий. То есть это уникальная единственная технология в мире? Да, причем которая у нас в России только есть. Других технологий просто не существует, которые бы и Минздравом были одобрены, были сертифицированы, и по СНИПам они подходят, пусть никто ничего не говорит, там что-то где-то не подходит, это все ерунда. Все подходит. Мне еще так тоже говорят о том, что есть какие-то еще технологии здоровьезберегающие. Покажите, 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 что есть сертификаты, что да, соглашусь, но нету. Только здоровьезберегающие технологии базарного есть, и они должны быть внедрены указом президента 761 от 2012 года. Говорят, ну там, у него, в указе президента Российского Федерации Владимира Владимировича Путина, у него что, нужно внедрять здоровьезберегающие технологии. У нас здоровьезберегающие технологии только одни базарного. Если есть другие, которые якобы внедряются, ну покажите мне какие другие, покажите мне, что вот она сертифицированная, вот она подходит, покажите. А вы не думали, что нужно объединяться с другими родительскими комитетами, советами отцов, и уже выходить на федерацию и предлагать тоже нашему? Почему не думали? Мы даже это делаем. А, вы сделаете. Да, то есть, у меня есть связи и в Севастополе, там есть родительский комитет, там, Алена Маякова, тоже мы дружим, общаемся. У меня есть связи, там, да и в принципе с Владимиром Филипповичем Базарным мы разговаривали уже. У него есть помощник Илья Михнюк, тоже мы общались много раз. То есть, ездил я на образовательные форумы, то есть, есть тенденция-то по России, что люди-то просыпаются, то есть, я и здесь хочу, чтобы люди хотя бы просто, ну, почитали. До маразма доходит, боимся, что ребенок чихнул, там, температурка поднялась, да, но совершенно не думаем, что к 11 классу у ребенка будет сколиоз, там, или еще что-то, там, зрение сядет. Да, проблема со зрением, да. Недавно приезжали врачи, да, офтальмологи, что выяснилось, что у нас очень большой процент в Ненецком округе детей, страдающие вот именно болезнями зрения. Все правильно, а это тоже почему? А потому что, когда мы сидим, читаем, да, мы все в одном, как бы, положении, то есть, у нас нету вот этих офтальмо-тренажеров, да, тоже. Вот это не парта, а стол, на котором дети читают, да, там же, если А4, да, лист, и начинается, да, верхняя строчка, она гораздо дальше, чем нижняя. То есть, надо либо согнуться, соответственно, сколиоз, да, потом, либо зрение начать это. То есть, нужно внедрять здоровье, сберегающие технологии, и все. И если родители все-таки очнутся, начнут это делать, то дети будут просто здоровы и счастливы. Мы же этого хотим всем своим детям. Наша мера понимания просто сейчас почему-то слишком слаба для того, чтобы это взять вместе, собраться и сказать, все, вот у наших будет вот так вот учиться, и наши будут вот так вот здоровы. Ваш совет отцов, когда был создан, и сколько у вас сейчас? Ну, у нас пока не так много, скажем, в прошлом году, в этом году, в апреле месяце, мы стали НКО, коммерческой организацией. До этого, в прошлом году, в декабре, мы, по-моему, написали устав в школе номер искательской школе, там с директором у нас замечательные отношения, то есть, и мы решили оттуда начать. Вот, НКО создавали мы для того именно, чтобы собрать как бы со всех школ. Вот если бы в каждой школе появились папы, да, они вроде там есть, но как бы вроде и нету. Если посмотреть на родительских собраниях... А, одни женщины, да. Одни женщины, да, у которых молоко убежало там где-то дома, да, то есть у них пришли там, ну да, быстрее бы домой. Я даже вот на родительских собраниях, когда говорю о здоровье и сберегающей технологии, вроде послушали, послушали. Мы когда домой пойдем уже, уже, так я же для кого это рассказываю-то? Для родителей, ну, чтобы дети были здоровыми. Именно поэтому, так что, родителям надо очнуться уже. Какие мероприятия уже были у вас проведены за это время работы средств отцов? Вообще цель это ваша организация? Помочь в воспитании? Да, воспитание ценностей семейных, каких-то таких, совесть, нравственность, вот такие, ребятам объяснить. У нас же замечательные ребята там, молодежь, просто они воспитываются не нами, они воспитываются интернетом, тем же телефонами, да. Опять же, к первому вопросу возвращаюсь. И цель создания именно совета отцов, детей оторвать от того виртуального мира, да, и вернуть в этот мир здоровье психологического, семейного и всевозможного. То есть, а там ничего, это тупик. Ну, интернет, он, конечно, как топор, да, можно и дом построить, а можно голову сломать, но чаще-то голову ломать. Топор ты... Сколько вообще ребенку можно заниматься телефоном в день? Да, вообще в идеале, вот у Базарного есть такая, Владимир Федорович, что компьютером, да и телефоном нужно уже, когда половое созревание произошло. То есть это... Только тогда и к ним можно прикоснуться, да? Конечно, вот. То есть это же все равно влияние на гиподинамию и так далее и тому подобное. Непонятно еще, нет фильтров, которые стоят там на телефоне. Ну, очень редко у какого родителя стоят там фильтры. Причем они тоже относительно. То есть он пошел к своему другу, у которого нет этих фильтров, и все. То есть это тоже нет следить. Поэтому тут надо как-то сообщать. А вы своим детям как часто даете телефоны? Ну, я злой родитель. То есть все по расписанию? Ну, да, я стараюсь следить там, чтобы музыка... Вот, знаете, тоже сейчас очень много родителей по России, там, Егор Крит, там, ну, вот эти все рэперы, да, которые поют музыку, там, очень деструктивную. То есть суицидальные какие-то наклонности, еще что-то, это же страшно, да, а дети слушают, они даже не задумываются об этом. То есть если я слышу, например, да, какое-то что-то непонятное, я подхожу и начинаю объяснять, что вот всегда слушайте смысл. А мы порой же не следим, что они там смотрят, что они там слушают. Так вот, а надо... Никому потом не объяснишь уже, что, ну, вот я был занят, у меня была работа, я кредиты гасил, да, ну, вот, а ты занимался не тем, да, там. Вот есть тоже один очень уважаемый человек, он сказал, что мы ростим поколение, которое будет нас ненавидеть. Это правда? Это так и есть. Хотим мы ли этого мы? Я не хочу. Я хочу вот детям дать все-таки добро, зло, развлечение всего этого. По-другому никак, по-другому не будет будущего просто. Алексей, в конце нашей передачи хотите ли сказать какие-то слова на путствие родителям, тем же отцам, учеников? Да, очень, конечно. Я бы хотел, чтобы все-таки наши родители все развивались больше. Отцам собирайтесь, мамы тоже собирайтесь, создавайте советы матерей, потому что было бы неплохо, если бы в школе появились и советы матерей, и советы отцов, которые именно отвечали бы за нравственное воспитание детей. Не нужно их там на улице, чтобы они бесконтрольно как-то были. Это наши дети, они вырастут, дальше-то что? Сегодня дети, завтра народ. Мы получим то, что мы и ищем, то, что мы делаем. А делаем мы сейчас очень мало. Надо гораздо больше. Так что собирайтесь, есть ассоциация родителей на ВКонтакте, подключайтесь. Очень хороший сайт, я сегодня только там была, и много советов полезных, и программы, ссылок на программу, и на музыку. Так что присоединяются, будем к вам и прислушиваться к вашим советам. Будем уделять больше внимания нашим детям. Спасибо, Алексей, что сегодня пришли к нам в студию. Благодарю вас, что выслушали. Счастья, здоровья. До новых встреч. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был председатель совета отцов НАУ Алексей Канев. Встретимся в эфире. Что решено было бы. Там, да, сначала. И вот, по-самому, дай мне. Вот, по-самому. Редактор субтитров А.Семкин